тема микрофлора воды колититр сегодня дорогие друзья вы узнаете о том что вода является фактором передачи инфекций почему происходит цветение водоемов какова микрофлора воды морей и грунтовых вод и какими показателями характеризуется бактериологическое исследование воды дорогие друзья современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и зож обязательно подпишитесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео вода это фактор передачи инфекционных заболеваний в водах пресных водоемов обнаруживаются самые различные бактерии палочковидные псевдомонады аэромонады каковидные микрококки и извитые загрязнение воды органическими веществами сопровождается увеличением числа аэробных и анаэробных бактерий а также грибов очень много анаэробов в или и на дне водоемов вместе загрязненными ливневыми веществами талами сточными водами в озера и реки попадают представители нормальной микрофлоры человека и животных это кишечная палочка цитробактер энтеробактер энтерококки кластридии но также попадают возбудители кишечных инфекций брюшного тифа паратифа дизонтерии холеры лептоспироза энтеровирусных инфекций вот возбудитель брюшного тифа сохраняется водопроводной воде до 93 дней возбудитель дизонтерии до 27 дней возбудитель холеры 4 недели в речной воде возбудители этих заболеваний сохраняют жизнеспособность еще дольше до нескольких месяцев а во льду в течение нескольких недель остаются жизнеспособными бактерии колитифозной группы таким образом вода является фактором передачи многих инфекционных заболеваний цветение водоемов в чистых водоемов до 80 процентов всей аэробной сапрофитной микрофлоры приходится на долю копков остальные 20 процентов это беспоровая палочковидная бактерии среди водных организмов есть такие массовое развитие которых может принести вред это конечно же микроскопические водоросли их наличие обуславливает цветение водоемов даже при небольшом цветении резко ухудшаются органолептические свойства воды осложняется работа фильтров на водопроводных станциях массовое развитие некоторых сине-зеленых водорослей может привести к падежу скота к отравлению рыбы к заболеванию людей природная вода это среда в которой микроорганизмы могут размножаться интенсивность размножения микробов в воде зависит от ряда факторов и в первую очередь от того если в ней пища природные воды всегда содержат органические минеральные вещества в растворенном виде которые микробы используют для своего питания микрофлора воды морей и грунтовых вод микрофлора воды океанов и морей представлена самыми различными микроорганизмами в том числе светящимися и галофильными они поражают моллюсков рыб при употреблении в пищу может развиться пищевая токсикоинфекция вода артезианских скважин практически не содержит микроорганизмов микробы задерживаются верхними слоями а вот если это колодец обычный колодец то подземные воды добываемая из неглубоких водоносных слоев могут содержать поверхностное загрязнение и значительное количество бактерий среди которых могут быть болезнетворные микробы чем выше расположение грунтовых вод тем обильнее их микрофлора показатели бактериологического исследования воды этим занимается наука санитарная микробиология показатели микробное число количество мизофильных хемоорганотрофных бактерий в одном миллилитре воды коли титр это наименьший объем воды в миллилитрах в котором обнаруживаются бактерии группы кишечной палочки коли индекс это количество бактерий группы кишечной палочки в одном литре воды если произошло бактериальное загрязнение воды свыше допустимых норм то необходимо провести дополнительное исследование на наличие бактерий которые характеризуют свежее фекальное загрязнение это энтерококк это общие калифорные бактерии общие калифорные бактерии это грамма отрицательные аспарогенные палочки не обладающие оксидазной активностью которые сбраживают лактозу с образованием кислоты и газа их обнаружение свидетельствует как было сказано о свежем фекальном загрязнении воды общие калифорные бактерии должны отсутствовать в 100 миллилитрах воды к показателям свежего фекального загрязнения относят термо толерантные калифорные бактерии это фекальные кишечные палочки ферментирующие лактозу до кислоты и газа при температуре 44 градуса в течение 24 часов и не растущие на нитратной среде нормативы безопасности воды по эпидемиологическим показателям общее микробное число не более 50 общие калифорные бактерии отсутствуют термо толерантная калифорные бактерии отсутствуют калифаги отсутствуют разберем ситуационная задача в лабораторию поступила вода для определения возможного присутствия там фекальных кишечных палочек надо определить наличие фагов бактерий группы кишечных палочек как это сделать для определения наличия фагов бактерий группы кишечных палочек используется метод агаровых слоев по грация чтобы провести этот метод необходимо подготовить культуру фаголизабельного штамма кишечных палочек и мясо пептонный агар следующая задача в двух населенных пунктах расположенных на берегу реки наблюдался одновременно подъем заболеваемости брюшным тифом как остановить связь между этими заболеваниями каким методом можно выявить источник инфекции и где искать этот источник фактор передачи вода и источник инфекции нужно искать среди людей которые живут в населенных пунктах выше по течению реки используется серологический метод выявляют в антитела если они обнаружены то проводят бактериологическое исследование испражнений и желчи определяют эпид маркеры благодарю за внимание